Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что у вас произошло. Я живу, пишите вы, в маленьком городе, где почти все друг друга знают. Ну, отчетки это хорошо, отчетки это плохо. В мегаполисе, например, люди вообще друг на друга внимания не обращают. В маленьких городах все-таки знакомство, все всегда понятно, можно узнать о том, какой человек. Можно вот как-то по знакомству там, с кем-то встретиться и так далее, к человеку можно присмотреться. А то, знаете, в мегаполисе одного человека можешь увидеть, и все, и больше не увидишь. И понравился он тебе, если то, как его найти, непонятно. Встречаемся, встречался, значит, я почти три года с девушкой, она меня бросила. Так, ну, три года, в общем-то, срок достаточно символический, потому что, как правило, именно на вот этом вот трехлетнем рубеже заканчивается страсть, и начинается либо любовь, либо, значит, отторжение, ну, просто потому что вот так устроен человек, что три года, это, в общем, срок самый-самый такой вот, скажем так, перевалочный. То есть, либо вы будете вместе, либо вы вместе не будете. Ну, вот, в общем, в случае получилось так, что она вас бросила. Хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали о том, почему она вас бросила, потому что это, вообще-то говоря, важно достаточно. Ну, вы ничего не говорите об этом, и либо не хотите говорить, либо какая-то еще проблема у вас может быть связана вот с этим. Но, в любом случае, мне думается, что надо, надо бы выяснить все-таки, почему она вас бросила, что заставило ее вас бросить и так далее. Какие, какие между вами проблемы, может быть, были, ну, то есть, вот такие вот моменты, да, которые могли бы понять причину того, что с вами произошло. Ну, хорошо, хорошо. Значит, девушка вас бросила, пишите вы. С тех пор часто происходит ситуация. Добавляется девушка, общаемся хорошо несколько дней, все идет встреча, она пишет, что я хороший, все почти до встречи находит, потом редко она пишет, что нам лучше не общаться, и все, наверное, конец. Ну, вы знаете, вот, когда я читал это в первый раз, мне, если честно, показалось, что дело в вас, проблема в вас, мне показалось. Потому что, ну, как-то лучше вот слишком это было похоже на какой-то вот ваш поведенческий стриггер, который девушку отпугивал. Конечно, можно говорить о том, что это именно за поведенческий стриггер, можно говорить, конечно, о том, почему девушка, значит, вам написала, что вы, там, что вам лучше не общаться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вариантов здесь, в принципе, конечно, масса. Вот. Но, понятно, что мы об этих вариантах говорить не будем, просто потому, что далее выясняется, что у вас есть, как ни страшно, основание полагать, что именно девушка девушка эти ситуации, значит, ну, выстраивает, да, именно она подстраивает эти ситуации, из-за которых вы, соответственно, лишаетесь девушкой, да, в своих, то есть, лишаетесь общения с девушками. И вы говорите, зачем она это делает, да, для чего она это делает. Ну, во-первых, самый важный момент, то, что вы, зим по всему, не смогли нормально с девушкой расстаться. Я, конечно, понимаю, что вам, скорее всего, будет неприятно то, что я говорю, но, понимаете, вы не смогли с девушкой расстаться адекватно так, чтобы она не держала на вас зла, какого-то, да, вы не смогли расстаться с девушкой так, чтобы она не, ну, потом вам, например, не пыталась отомстить. И вот здесь, конечно, ну, кроется, в общем-то, довольно серьезная проблема. Потому что девушка вроде как бросила вас, а не вы бросили ее, и я, конечно, очень хорошо понимаю, что, наверное, вы, ну, вы можете сейчас сказать, почему я, я же ничего не делал, что она меня бросила, я бы не встречал, и так далее. Я понимаю, я понимаю вас, но и вы, пожалуйста, нам тоже постарайтесь понять, что, скорее всего, девушка бросила вас по причине того, что ее не устраивали какие-то вещи. Скорее всего, девушка бросила вас, потому что ее, ей не нравились какие-то вещи, и она не чувствовала, что вы можете ей это дать. Конечно, с этим, безусловно, можно подспорить, конечно, с этим, безусловно, вы и будете, наверное, спорить, но, то есть я вас в этом не виню, безусловно, но просто постарайтесь задуматься на эту тему. Постарайтесь, постарайтесь подумать, подумать о том, как так получилось, что девушка вас бросила, а вы с ней не смогли расстаться так, чтобы у нее не осталось на вас каких-либо обид, да, таких серьезных. Далее, значит, я подозреваю, что бывшая девушка мониторит эти ситуации и отгоняет девушек. Ну, хорошо, она мониторит эти ситуации, допустим, как? Вот первый вопрос к вам. Если она мониторит действительно эти ситуации, то как бы она могла это сделать? Как бы она могла мониторить вас? Вы что, открыто свою переписку ведете? Ну, нет, я думаю, вы сами согласитесь, что общение у вас, скорее всего, конфиденциальное, то есть никаких сведений о том, что вы общаетесь с новой девочкой, ну, наверное, вы им не даете, я так думаю. И поэтому говорить о том, что она мониторит, ну, можно, но, в общем-то, с большой натяжкой, как это мне представляется. Вот. Почему? Опять же, почему так? Почему именно с большой натяжкой? Потому что, видите ли, если девочка действительно мониторит то, что вы делаете, то у нее должны быть для этого средства. Либо она следит за вами постоянно в том же, например, ВКонтакте. Следит она за вами в таком случае 24 на 7, да, то есть следит постоянно, без перерыва совершенно. Либо она четко знает, что вы делаете, то есть вы оставляете след, ну, свою активность оставляете. Вы в социальной сети. И это, безусловно, не хорошо, потому что, ну, как бы, вот, с учетом, да, того, что вы хотите, это не есть хорошо. И я думаю, что при желании, если вам, ну, если у вас такое вот желание есть, то это, в принципе, можно изменить, да, то есть, как, ну, поменять свое появление в социальных сетях. Например, вы можете сделать себе новый аккаунт в той же социальной сети, да, и так далее. То есть я не вижу здесь каких-то серьезных, прям, проблем, что не давали бы вы вам этого сделать. Вот, и здесь мне, если честно, не очень понятно. Кроме того, ну, если у вас подозрения, скажите, предупредите девушку сразу, что вот у вас есть бывшая прессия, обязательно скажите, почему расстались, 3 года, срок не маленький. Вот, предупредите ее, скажите, что вот так и так, она может тебе написать, там, и так далее, и так далее. Не добавляйте в друзья, и, да, то-то-то, ну, не делайте как-то вещей. И вообще, знакомиться лучше стараться не в интернете, а все-таки в реальной жизни. Так и, в общем-то, не получится девушке отслеживать вас. Значит, так. Так было с несколькими ее подругами. Как было, не очень понятно. То есть если девушка отслеживает эту ситуацию и отгоняет других, то не очень понятно, как именно было с ее подругами. То есть вы, простите, что вы, значит, вы с ее подругами встречались, что ли, или как? Вот я что-то не очень понял этот вот момент, если честно. Буду вам благодарен, если вы его как-то постараетесь прояснить. Потому что момент, ну, действительно важный, а как-то вот вы его, ну, вы его как-то предоставили. Совсем непонятно абсолютно, да. Вот, значит, это то, что касается девушки. Что-то касается девушки. Теперь, дальше. Вы, значит, спрашиваете о том, значит, так. Мне, конечно, странно на этих девочек, но зачем так поступать бывшей? Значит, бывшая девочка, она пытается вас, ну, таким образом, знаете, скорее всего, дискредитировать. Скорее всего, по ее мнению, вы поступили плохо, и она должна вас проучить. Теперь она должна вас проучить, и она активно старается это сделать. И надо сказать, что она активно будет стараться сделать это довольно продолжительное время. Вы, значит, вы не сказали, сколько времени вы с ней, значит, сейчас в расставании, скажем так. Вы этого не пояснили. Вот. Жаль, конечно, потому что информация очень важная. Вот, ну, не пояснили бы, не сказали, сколько времени вы, значит, с девочкой не встречаетесь. Вот. Ну, совершенно точно можно сказать, что она вас ненавидит, и она не хочет, чтобы вы достались кому-то. Она не хочет, чтобы вы, ну, например, были с кем-то, кроме нее, вот. И она, возможно, хочет, чтобы вы, ну, например, помучились. Помучились вы, например, опять же, скажем, в одиночестве, то есть, чтобы вы поняли, что такое быть амаму, ну, и, возможно, она вас бросила именно, опять же, потому и для того, чтобы вас проучить, чтобы показать вам что-то. То есть, то есть, то, что она вас бросила, это был ее такой вот изначальный план. То есть, то есть, это была ее цель, то, что вот она, значит, вас бросит, и вы, там, например, должны будете, допустим, ну, я не знаю, там, может быть, бегать за ней, да, и так далее. То есть, по ее мнению, мы должны были за ней бегать, а вы за ней не бегали, и в итоге это ее давали понять, что ситуация складывается не так, как она хотела, хотела, как она планировала, иначально, и, собственно, это заставило ее, ну, то есть, смотрите, она ожидала, что вы будете за ней бегать, так? Вы за ней, вы за ней не бегали, а она-то вполне возможно хочет, чтобы вы к ней вернулись, она вполне возможно ожидает этого, она вполне возможно рассчитывает, что вы к ней вернетесь, а вы к ней возвращаться, ну, не забираетесь совершенно, и это, в общем-то, ее очень сильно напрягает. И она опасается того, что ситуация, например, может выйти из-под контроля, то есть, она опасается того именно, что может вас потерять окончательно, да, если вы будете с другой девочкой встречаться, она не позволяет никому с вами сблизяться, чтобы вы рано или поздно, там, например, написали ей первый и так далее. Все будет похоже на такую, достаточно сильную, на достаточно серьезную манипуляцию с ее стороны, с целью сделать вас несчастным, с целью сделать вас одиноким, ну, и так далее. Я думаю, что это свидетельство того, что у девушки явно есть на вас обида какая-то, довольно серьезная, как мне кажется. Вот. И еще раз повторяю вам, что ваша основная проблема заключается в том, что вы не смогли нормально расстаться с девушкой. Посмотрите. Вы не расстались с ней нормально, вот она вам теперь и не дает, значит, нормально жить. В этой ситуации, ну, вот интересно, что вы, значит, зачем она отгоняет остальных от меня, отказав, как это можно изменить? Вам можно изменить только следующим образом встретиться с этой вот самой девочкой и поговорить с ней. Просто поговорить с ней, вот встретиться и все обсудить. Пожалуй, я думаю, что у вас нет других вариантов каких-либо в этой ситуации. Вот. Потому что противность лучше, я думаю, что она вас так и будет третировать постоянно, она так и будет вам не позволять жить нормально. Вот. И, в общем-то, если вы с ней не поговорите, то у нее обида будет слеть, слеть, слеть. Вот. Пока, ну, не дойдет до точки кипения и она не сделает что-то еще более безобразного, чем вот то, что делает сейчас. Если вы этого не хотите, то, соответственно, я рекомендую вам с ней все же поговорить и спокойно постараться ситуацию обсудить, вот, и выяснить все-таки, почему она, во-первых, вас бросила, вот, что произошло. Чтобы обсудить возможные перспективы ваших отношений, если таковые еще есть, потому что она вполне возможно вас еще любит или к вам неравнодучно, и она не ожидала просто, что вы поступите вот так. Именно. Она признала, что вы, как я уже сказал, будете за ней бегать, а вы этого не сделали. Вот. И тут не видится такой вариант. Либо просто-напросто предупредлять девочек спустя вот какое-то время, что есть вот у вас такая-такая злая бывшая, которая, скорее всего, будет ее там как-то запугивать или говорить о вас какие-то плохие вещи. Ну, то есть предупредите, предупредите. Либо вы будете встречаться все же именно в реальной жизни, а не в сети. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok